Здравствуйте. Я рад, что мы собрались на очень серьезные мероприятия. Спасибо Вам за участие. Академич, может быть, начнете с новостей? Расскажите, что было в последнее время. Ну, в последнее время из самых значительных новостей это то, что выходят книги по всему миру. Три книги вышли в Канаде. Это телеводия сотворения мира. Две книги вышли в Германии. Еще две книги вышли в Италии. Одна книга вышла в Венгрии. Одна в Румынии. И это все только за последние несколько месяцев. Еще было важное мероприятие. Я был гостем Ватикана. И меня пригласили, чтобы я провел встречу со специалистами. Они прочитали мои книги, которые вышли на итальянском языке. Это их заинтересовало. И вот два дня в сентябре я был в Риме и в зале Пиенгенадского. Они сказали о том, что внимательно прочитали мои книжки. И увидели, что это все является сакральным христианством. Которым в то же время, как они сказали, оно неизвестно. И тут же спросили, а вы это откуда знаете? Но пришлось ответить, что раз сакральное значит тайное. Вы со мной этими тайнами делились, у меня несколько другой источник. Он прямой от самого Создателя. И Создатель передает эти знания мне, видимо потому, что устал надеяться, что вы когда-нибудь это тайное сделаете явным. То есть, по сути дела, прямо укреплено. Что они, в общем-то, с большим свидетелем. Они стали не разражать, не купить, не какие-то, так сказать, возражения выстраивались. Они молчат и все вертят. Во время этих общений было тоже очень интересное событие. Там буквально принесли на руках одну женщину с очень тяжелой формой рак. И она присутствовала вот эти два дня на этих вот занятиях. Но к концу второго дня она встала и на своих ногах вышла. Пошла. И боли у него не было. И она была такая счастливая. И всем говорила, что ей сейчас очень хорошо. Я думаю, что это тоже очень серьезно наведет на разуме специалистов Ватикана. Они очень осторожны, конечно, относятся к этому делу и чувствуются. Поэтому они присматриваются и обдумывают. Но уровень общения был очень высокий. Достаточно сказать, что меня практически эти два дня опекал с утра до вечера министр Ватикана по хозяйству Джим. Как его зовут? Вот. Но это говорит, в общем-то, о уровне внимания. Дело в том, что то, что мы делаем, конечно, будет в очень большое недоумение практически всех, кто с этим соприкасается. Дело в том, что мы не вписываемся ни в традиции народной медицины, но тем более не в традиции официальной медицины. А вокруг нас, тем не менее, просто балл исцеления идет. Причем от самых тяжелых заболеваний. И даже растут органы, которые хирурги когда-то аккуратно отрезали у вас. И вдруг они оказываются вновь вместе, что подтверждается обычной стандартной медицинской диагностикой. В свое время, когда у нас этот процесс начался, это случилось около 20 лет, мы вместе с Игорем Витальевичем Орекием работали. Когда этот канал пошел, после этого случился. И мы получили вот эту технологию, например, регенерацию. И провели первые регенерации, то есть у нас уже были результаты. И мы на радостях стали обзванивать всех значимых ученых, специалистов в этой области. Руководителей медицины говорить, вот, мы уже умеем регенерировать и готовы, так сказать, этими знаниями делиться. И слышали в ответ, этого не может быть. Дальше этого, собственно, разговоры наши не шли. Но не может быть и не может. У них не может, а у нас почему-то получается. Наконец, один человек откликнулся. Это был академик, известный академик военно-временной казначе Андрей Игоревич Политарев. Он был ведущим специалистом Института Молекулярной Биологии. Этот человек не отмахнулся. Он просто сказал, надо провести исследование. Тесто сделаем. Мы вас позовем. И он нас позвал. Мы с Игорем приехали в Институт Молекулярной Биологии, в одну из лаваторий этого института. И нам сказали, что сейчас будут проходить тесты. Который подготовили совместно и Институт Молекулярной Биологии, и Институт Молекулярной Генетики. От Института Молекулярной Генетики приехал профессор Лапульский. Это, кстати, бывший директор института. Сейчас он на пенсии. То есть это все на очень высоком уровне проходило. И была поставлена задача перед нами изменить цикл клеточного метода. Это напрямую связано с регенерацией. Но вот если вы это сможете, то мы конечно сразу поверим. Это было очень лукавое задание. Потому что изменить цикл клеточного метода никому и никогда еще в мире не удавалось. Потому что в клетках работают так называемые атомные часы. Они за миллиарды лет не сбиваются со своего хода миллисекундами. А нам поставили задачу ускорить этот цикл в ровно в два раза. С двадцати четырех часов до двенадцати часов. Вот такая была поставлена задача. И надо сказать, что она была быстрее. То есть не только в стенах этой лаборатории. Но как-то вот по тонкому плану этот импульс ускорения отделений передался на другие лаборатории. Там тоже начался то, что никто не ожидал. Предки вдруг стали просто нарастать в массе, как тесто, когда бабушки хлеб пекут. После этого была собрана Всероссийская медицинская конференция в Президиуме Российской Академии Наук. То есть на самом высоком уровне. Димун рассказывали обо всем этом. Показывали фильмы. Предъявляли документы. Наступали эксперты, которые наблюдали эти процессы. Подтверждали их. И в результате появилась резолюция, которую никогда еще, еще раз подчетку, никогда, ни в одной академии мира не получали люди, которые в общем-то не заявляют о том, что они добили своих результатов как бы в методологии, в господствующей методологии медицинской, которая сейчас существует. Мы ведь везде заявляем о ментальном управлении биофизикой и биохимии организмом. То есть не народная медицина. Это не травы. Это не корешки сушеные. Это не таблетки, которые фарматология готовит. Это нечто совсем другое. И вдруг в резолюции, причем высшего академического собрания, где присутствовали даже директора крупнейших медицинских институтов, появляются такие слова. Все факты достоверны и статистически значимы. И подписи. От советников президента до вице-президента Академии наук. Печать, подписи. И это есть, кстати, в интернете. Это можно, по-моему, даже на нашем сайте есть. Ну и так будет. Значит, это можно убедиться, что это так. Почему это важно? Потому что мы первые, кто официально, официально, получил одобрение академической наркотики. После этого с нами работали очень много академиков. И мы им очень благодарны за это. Потому что эта помощь оказалась взаимной. Мы помогали им, они помогали нам и у нас. И там и там шли неплохо дела. Это как бы специфика к тому, что... Потому что раньше... Вы думали много про всех. И если там посмотреть сейчас, что творится в Ютубе. Там и секты какие-то, и мошенники, и что-то. Вот я вам говорю о том, что наша работа официально была одобрена Российской академией наук. На самом высоком уровне академического собрания. Это важно. Ну, это как бы из новостей. И это преамбула. К нашему разговору. Он сегодня, конечно, ознакомительный. В нем участвуют сейчас много стран. Здесь не только из России. Сколько? Со всех стран. Говорят, даже со всех стран. Вот это такой широкий интерес. Я вам благодарен. Потому что то, что, еще раз говорю, дается нам, это прямой контакт с Создателем. Все ищут, где Бог или Бог, кто это такое. А мы с ним общаемся. Получаем эти знания. Применяемые в жизни, получаются результаты, которых никогда еще мир не увидел. Какие, как говорится, еще свидетельства можно рассказывать о том, что я хочу сделать то, я хочу сделать это. А когда уже сделали, уже 20 лет, тысячи людей, то от рака исцелился, то от туберкулеза, у кого-то органы выросли. Какие еще нужны свидетельства? Это все зарегистрировано. Эти сообщениями переполнены интернет. Об этом снимают фильмы в разных странах, причем не только в России. Потому что мы последние лет, где-то лет 15, больше работали даже за границей, чем здесь. Работали больше не по тому, что нам нравится там работать. Мы бы с удовольствием и здесь работали. Но здесь, к сожалению, еще очень, ну как бы сказать, законодательная база под эти дела не выстроена. Поэтому в любой момент могут быть любые осложнения. И вот чтобы этих осложнений не было, мы вынуждены, вынуждены, еще раз подчеркиваю, работаем больше за границей, чем в России. Хотя я хотел бы больше работать в России. Р. Катя Иванович, может, расскажем про новую книгу, которая вышла? Это брошюра, скорее всего. Вот только что вышла новая брошюра в серии «Навигатор». Это технология, ментальная технология регенерации органов и тканей. То, о чем я говорил. Нормирование сахарного диабета. Здесь нормирование крови, любовных средств. Это можно заказать в интернет-магазине. Интернет-магазин издательства «Культура», которое обладает всеми преимущественными проваленными издателями. Уже давно. И вы можете через интернет обратиться в это издательство. Вам вышли туда угодно. Потому что, ну, не только этого. Ведь книг-то вышло много. Сейчас идет собрание моих сочинений на эту тему. 23 тома. Вот, кстати, я тоже покажу один из этих томов. Вот он. Вот. Значит, здесь. Собрание сочинений в 23 томах. Вот можно сейчас тоже оформить подписку и получить все это как бы уже, ну, как дорожную карту того, что мы делаем. И эти книги сами по себе тоже могут поправлять ваше здоровье. Потому что там есть прямые тексты создателей. По поводу этих текстов в разных странах стоит очень большое удивление. Вот недавно в Берлине вышла книга известного философа Бёрна, который хорошо знает русский язык. Он многие книги в России перевозил в свое время. Вот. А там какие-то будут мои книги на немецкий язык. И он написал по этому поводу свою книгу, где сказал, что весь его опыт работы ученых говорит о том, что эти тексты не имеют как бы вот, ну, какой-то ассоциативной базы. Что они как бы вот с неба спустились со своей лексикой, со своим как бы набором констант определенных, милотворящих. И аналогов им абсолютно нет. То есть это мнение одного из крупнейших ученых Германии. И такие же мнения звучат в разных странах. Ну, одно то, что вот специалисты Ватикана, а это все очень ученые люди, собрались для того, чтобы говорить об этих книгах. И они меня, кстати, пригласили уже на следующий год. Хотели, чтобы я в феврале или марте приехал. И они сказали, чтобы я холодно еще и послезно. Договорили, что в июне приеду. 1 июня я к ним еду на целый месяц. Они мне обещали отвезти на лучшие курорты Сицины. Показать Сардинию и вообще вот свои прекрасные, изумительные места. Какие-то острова и лучшие города в самой Италии. Там и турне будет, и отдых, и общение со специалистами. Это все говорит о том, как они серьезно начали относиться к этому явлению. Потому что я любого слова даже не имею в виду. Это явление. Потому что наконец-то создать напрямую заговорил Сыр. И не просто, и не только через мать. А в таком виде. Например, Игорь Витальевич Айепев. Я обращаюсь к вашему мнению. Аркадий Иванович, у нас поступило очень много вопросов от участников. Да, пожалуйста. Предлагаю вам тоже начать с ним. Мы разделили группу вопросов. «Все ли могут выходить в информационный план Вселенной для получения присущей информации?» Конечно, могут выходить все. Но по готовности. Надо учиться. Надо работать. И у меня это тоже не сразу получалось. И не сразу пошло. И у других, кто сейчас преподает. У нас, например, все преподаватели, они истовидящие. Но они же не с самого начала истовидящие. Многие из них всю жизнь прожили и не знали о том, что у них это может быть. А теперь это нет. Вообще, самый главный процесс в том, что мы сейчас делаем, это не как бы лечение. Мы лечением вообще не занимаемся. Это учение. А лечение – это сопутствующий фактор. И то по той готовности, которой человек миропонимание достигает. Вот если вы вникаете в это, начинаете это понимать, ваше сознание снимает все заборы, все преграды, все бастионы. И тогда, только тогда, повелительные регуляции, например, на выздоровление достигают клеточного пентинова. И в вашем организме начинается восстановительная работа. Но вы для этого должны себя согласовать по вибрации с теми знаниями, которые идут от Бога. Ведь каждая книга – это вибрация. Причем у каждой книги свои вибрации. Вот что еще интересно. Это можно заметить. И, кстати, такие замеры уже делали в свое время на Украине, на приборах. И изумились это моё лицо. А вот недавно мне тут привезли вообще удивительное фото. На нем лежит одна из трехтомных сотворений мира. И центральная книга прямо на глазах меняет цвет. То она синяя, то она зеленая. То она синяя, то она зеленая. И свет вокруг него. Вот как это трактовать? С точки зрения обыденных наших представлений о жизни никак не объяснишь. Но я вам говорю о том, что каждая книга содержит прямые тексты Создателя. Потому что моя задача именно в этом и заключается. Он передо мной непосредственно поставил эту задачу и велел передать эти знания. Не в сундук спрятать. Он сказал, иди и передай людям. Я поэтому передаю. Хотя сам до 50 лет ни о чем подобном даже не догадывался. Ни в этих мечтах не видел, что со мной произойдет. Я был вообще безбожием напрямую. В чем честно поменился там всегда. Общался его. И мне ответили. Не важно то, что ты не верил в Богу. А важно то, что верил Он в тебя. Вот такое утешение я тоже получил по поводу своего 50-летнего безбожия. Но в последнее время, последние вот эти после 50-летних 22 года. Потому что мне сейчас уже 72. Я только и говорю, что о Боге. Вот есть еще один вопрос, который тоже можно вначале раскрыть. Раскрытий, пожалуйста, больше понятия по области погоды. Для более четвертого понимания суть. Наша галактика, Млечный Путь, была заселена в свое время гибридными формами жизни. Полулюди, полуживотными. И они постоянно враждовали друг друга. Вот для того, чтобы исправить эту ситуацию, и был начат проект по образу Бога. По образу тому, который избрал Бог. Бог избрал образ человека для него. И разные сущности космоса, которые не все, заметьте, являлись в тот момент людьми. Ведь не случайно многие люди говорят, мы – люди волки. Мы – люди змеи. Мы – люди птицы. Мы – люди медведи. Да хотя бы возьмите древнерусское слово «пращук». Ну, «пра» – это понятно. Прелик, да? А щук что такое? А щур – это крыса на древнем славянском. Человек – крыса. Вот такие формы жизни и были введены в образ человека, который избрал создать. Собственно, миф о Ной и Ной в Анкопчете – это миф не о каком-то большом корабле, который построил какой-то шумерский торговец. С пряностями и собрал туда всякой твари поправить. Это рассказ о том, какие формы жизни выделены, отдали свои геномы в строение вот этого образа – человека. Мы генетически вот этим самым хорчегом являемся, где каждые твари попали. Но, к сожалению, не все твари оказались тварями. Некоторые из них еще были гадами, которые нам же и гадят с утра до вечера. Вот нам надо преодолеть в себе их влияние, чтобы возрастать от образа к подобию. Подобие – это уже Бог. Вот до подобия надо еще докорячиться. Это очень непростой путь. Вот мы двадцать лет идем, и конца края этого мы хотим еще не видеть. Хотя многие прошли, по крайней мере, древность и природ. Все прошли. И мы знаем, что там уже, где мы сейчас, там даже никто вообще раньше не был. Никто. Просто никто заключили, может быть, Иисусом. Вот какие раскрываются знания через эти книги. А это нам решать. Весь мир уже их переводит, издает и просит еще. Вот канадская издательство, например, заключила договор, знаете, какой-то беспрецедентный текст. На все книги и так далее. То есть они хотят издать все и так далее. Вот пиши дальше еще, 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 еще мы все издали. Но если у них такой интерес там, за океаном. Неужели мы здесь, на своем родном, на русском языке мы прочитаем эти книги? Мне один товарищ сказал, что он уже тринадцать раз прочитал мои книги. Тринадцать раз. И со счастливой улыбкой на лице сказал, что каждый раз читаете как будто они новые книги. У них все новые. У них все новые и новые смыслы. То есть ему это так интересно. Но у вас у всех есть такая возможность. Закажите эти книги в издательство культуры. Получите и читайте. И получаете не только удовольствие, но вместе с ними приходят знания большие. То есть удовольствие это раз, знание это два. Когда достигается понимание в знаниях, наступает третье. Вы уже зарабливаете. Но посмотрите сколько приятностей всего только в одной книге. Или в первенстве трех. Я очень вам рекомендую их читать. Я уже даже на уровне шуток расскажу. Я проводил семинар в Симхерово. И вот иду на занятия. А там в дверях столпились женщины. И друг другу что-то рассказывают. Одна женщина. Вот у меня это болит, другое болит, третье. А я пройти-то не могу. Я там встал за спину. Встаю. Ну когда они у меня заметят и расступятся. А они замечают. И она все жалуется. А другая говорит, ну какая проблема. Переспи с Петровым и все пройдет. Ну я тоже это слушаю. А эта женщина, которая жаловалась аж заикаться стала. Как это, как это? Ну как, как. Берешь книгу Петрова, кладешь под подушку. И спишь. Казалось бы на уровне анекдот. Но понимаете, женщины очень чувствительные. Они гораздо чувствительнее нас. Но это все больше воли, кого, 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 кого. Они чувства. Они почувствовали эти вибрации. Книга действительно помогает и люди устаравливает. Поэтому очень много сообщений. Много сообщений, что от книги идет оздоровление. Недобных вам писем. Так что. Вот есть еще вопрос из группы. Общие вопросы. Потому что поступили вопросы разные. И сейчас я вижу люди в чате пишут, когда вы будете отвечать на вопросы в чате. Угу. Скажу сразу, что здесь, в вебинаре, присутствуют люди, которые первый раз знакомятся с древней жизнью. Поэтому важно дать какое-то общее представление. И поэтому мы начали с общих вопросов. Вот есть еще один вопрос. Как отличить намерения, идущие от сердца, души и идущие от желания? Очень короткий вопрос. Да, этим вопросом мы учимся не одно столетие. Помните «Горе от ума»? Вот князь Петр Андреевич Вяземский поэт на полном написал замечательное стихотворение. Судьба затейницы Шалунья распорядилась так сама. «Всем глупым счастье от безумия. Всем умным горе от ума». Ну, как отличить? Душа, она вне логики. Понимаете? Если у вас возникло вдохновение, то это значит душа дает. А если вы начинаете, как на арифмометре, там, чего-то делить, чего-то вычитать, чего-то прибавлять, то это все, вот эта самая тума. От сердца идет импульс, а от ума идут мыслеформа. Вот на это нам доориентироваться. Прямо все. Вопрос из чата задает Борис. В чем разница в чтении ваших книг в электронном виде или в бумажном? То есть мы спрашивали, есть ли разница? Ну, потому что возникает посредничная инструктура интернета. А интернет, он весит вне стороны на сознание. Ну, вы только что говорите о душе. Вот лучше всего эти знания не получать лично, из души в дух. Ну, из-за того, что я очень нечасто сейчас бываю в России, потому что очень большой объем и много договоров зарубежных, потому что столько стран включаются в это дело. И вот уже на следующий год еще многие страны включились. Это Франция, и Франция, и Французская, и Швейцария, и Монако, и Марокко, и Люксельбург. Это все новые, новые, новые. И надо везде успевать, потому что везде люди, и у них есть проблемы. И в отличие от России, там гораздо меньше всяких, ну, как бы, засломов, препятствий. Ну, мягко говоря, даже идиотов, которые, в общем-то, начинают гнуть свою линию. Вы же, наверное, помните, как и по телевизору ведь было еще лет 15 назад. Показывали о Григории Петровиче Кровового, говорили. Ну, этого ему, наконец, посадили. Потом момент следующего. А этот почему еще на свободе? Вот эта атмосфера, что, как вы думаете, располагает к работе? И им плевать на то, что, например, ведущий академик медицины Иван Павлович Нумуакин, который 30 лет позволял медицинское управление нашего российского космоса, который был доктором всех космонавтов, им наплевать на то, что он в Центральном Доме ученых открыто, прямо в зал академический говорит, я себя чувствую учеником Аркадия Петрова. Потому что все, о чем я в этой жизни мечтал, он в этой жизни воплотил. Даже эти авторитеты, ну, они не опровергают, ну, по крайней мере, и не публикуют это нигде. Ни одна газета тоже не опубликовала. Такие, в общем-то, не второстепенные заявления, прямо скажем, Иван Павлович. В своих книгах об этом пишут, потому что они эту книгу написали и о нашей работе. И ни один доклад делал на медицинских конференциях. И что? Молчат. Потому что в свое время нагадили. А теперь как оправдаться? Это же надо принять на себя ответственность за жизни тысячи людей, которые из-за них ушли из жизни. Потому что могли, прикоснувшись к этому, получить, в общем-то, помощь и выздоровление. Они это тоже понимают, что за это придется отключать. Все равно придется. Так и рано или поздно придется отключать. Приступают очень много вопросов сейчас о вести проведения занятий. Можем сказать, что все расписание сейчас. Вы уже на сайте Аркадия Новича, в разделе «Расписание занятий». И вот есть такой вопрос от участника. Проводите ли вы онлайн-лебират, вебинары? Я еще хочу заниматься у вас онлайн, так как не имею возможности упряжать к вам сильно. Для меня, можно сказать, это очень такой, ну, мало знакомый опыт. Я уже делал несколько таких попыток, но как-то у меня все еще не очень здорово получается через компьютер общаться. И вот сейчас вы тоже видите как-то себя. У меня очень уютное чувство. Потому что одно дело смотреть в глаза люди и видите сияние их сердца, чувствовать их в общении. А другое дело просто в машине, которая стоит посреди. Но, тем не менее, вот мы с Димой, благодаря ему, его энтузиазму, наметили такую возможность. И на следующий год, практически каждый месяц, мы договорились, что будут вебинары. Каждый месяц, на которых я буду давать все или иные технологии. Вот 20 января, это уже намеченный, так сказать, вебинар, мы будем работать по нормированию крови. Очень много людей просят эту работу, показать, как она делается и провести. Я постараюсь, но учтите, еще раз говорю, что результаты будут по вашей готовности. Это не просто на стульчике посидеть, я там чему-то ручкой машу, а у вас все хорошо станет. Это зависит от того, что вы читали, как вы изменили свое сознание, раскрыли его для этих технологий. То есть, как говорил он сразу, в Библии придет к нам проверить. Но очень много сообщений о том, что приходят. Потому что, ну, уж от рака четвертой степени люди, уже десятками излечились. А это куда денешь, это все зарегистрировано. Особенно за границей об этом сразу же говорят. Там и на телевидении это обсуждают. И в журналах пишут. Я журналы, где пишут обо мне, оттуда привожу, а здесь ничего не пишут. Здесь молчание. Здесь даже вот эту резолюцию приняли в академию и молчат. Видно, кто-то опять поправил товарища. В том числе и тех, кто подписи послал. Хотя там очень высокопоставленные товарищи. Но кто-то именно видны. Мозги вкрутил в другую сторону. Потому что молчат. Хотя многие на личную связи с нами сотрудничали. Но это личность. Вот сейчас я очень благодарен к нам присоединялся уже. Весь предыдущий год Николай Николаевич раздух. И он приезжал на занятия. Он учился. У него уже получается. И это такой светлый человек. Он такой чистый. Вот это просто и для меня большое счастье, что он рядом со мной. Это вдруг амурство утили. Мы с ним просто сдружились. И для чрезвычайного дела. Потому что у него такие человеческие качества, в которых учиться и мучиться. Вот есть вопрос участников. В конце 2003 года у меня была штрафная стадия, которая точно победила в химиотерапии и правильной едой. Эфицированная господина. Сейчас более-менее здорово. Достаточно ли знаний и навыков, которые вы даете на базовом курсе для полного восстановления периода? Если бы я вам сказал, что эти знания достаточно, я бы вам очень-очень солгал. Их бы не было достаточно для меня. Базовый курс я в десятки раз проходил. Потом ступени проходил. Не раз. Потом книги писал. Я никогда не прекращаю учиться. Я никогда не ставлю. Вот. Жердочка, на которую я усядусь, и мне этого будет хорошо. Видите, вот. Каждый. Как там. Замерек знает свой шесток, да? Нет. Я постоянно хочу учиться. Мне это очень интересно. Просто чрезвычайно интересно. Я этим состоянием все время себя как бы воспламеняю. И более счастливым я никогда не жил. Вот сегодня ночью я встал и начал писать у меня тексты. Пошли, пошли, пошли. Вот я их написал. Пришел к вам. Общаюсь. Потом приеду. Опять был. И для меня это радость. Это не нагрузка. Это не тягость какая. Почему для вас это затруднительно? Ну попробуйте. Попробуйте войти в это. А потом может быть увидите, что и болезнь уходит. Более того, у меня первые болезни, когда должны были отрезать почку. Меня положили в больницу. У меня еще не было никаких технологий. У меня пошли вот эти как бы картины. Вот это внутреннее кино. И я немедленно стал это все записывать. И чем больше я писал, тем меньше симптомов болезни было. Потом где-то меня недельки через три начали обследовать опять по второму кругу. И с удивлением увидели, что никаких причин делать операцию вообще в принципе нет. Все исчезло. А это было двадцать лет назад. Даже больше. Двадцать два года назад. Вот. И смотрите. Я с тех пор. В то время это было прямо уже показание. Необходимо. Срочно лезть. Срочный стул. Вот двадцать два года прошло. Видите. Они разведывали. Почки все на месте. Они не болят вообще. А технологии это не болят. Без технологии. Значит. Достаточно было воспламениться этим. Войти в резонанс с тем, что мне показывают. Начать соработничать. Потому что это соработничество. Я же все-таки сидел и писал. Вот. Это делал какие-то действия. Какую-то работу. И результатом стало моего здоровья. То есть. Необходимость операции исчезла. Я же не какой-то особый человек. Я точно такой же, как мой. Но через меня это вот случилось. За что я очень благодарен. Что со мной вот случилось. И я не убиваю щеки. Не делаю всякого-то пророка. Который пришел на землю. Вот. Отец дал. И сказал. Передаете. И все. Он мне не сказал. Что ты там. Погиб. Сделай себе какой-нибудь пьедестальчик. Заберись на него. Что-то повыше. Над людьми. Как бы смотреться. Щеки надуй. В руку возьми какой-нибудь шаг. В виде державы. И палку в руку. И в виде скрипал. Ничего этого не сказал. Он сказал. Вот знание. Я тебе даю. Передай людям. Он мне дает знание. Я передаю. Все. Моя миссия только Бог. Больше ни в чем. Но я передаю вам. А ваша свобода воли. Вам решать. Нужно вам это или нет. Но если можно. Значит не надо составить границу. База и космоса. Один и все. Потому что это неправильно. Потому что там такие знания. Вот сейчас пошли знания. Вообще они в устройстве всего космоса. Уже квантовый мир уже в глубину уходит. Ученые еще не знают какой квантовый мир. А мы там уже. Нам показывают. Как он на условиях. Причем это же. Тоже очень странное состояние. Вот например. Там был текст по оптике. Я поэтому ничего не понимаю. Просто. Меня вызовет. Учить. Я тебе даю сбойку. С видосом поучу. Но пришел текст. Я его записал. А тут переезжает Людмила Ивановна Пальцева. Президент оптического общества Украины. Академия. Важного ряда государственных премий. И технологии. Которые вот завод Петербурга. В ОМО. Здесь выстроили. Я ее. Дружили много лет. Я говорю. Людмила Ивановна. Я в оптике ничего не понимаю. Текст пришел по оптике. Ну посмотрите пожалуйста. Она посмотрела. А потом меня не досталось. Я говорю. Ничего. Можно в корзел выбрасывать. А она говорит. И что. Это же Нобелевская премия. Двоечнику по оптике приходят такие тексты. Вот все время. Почему. Вот я сейчас очень благодарен академию. Которые со мной дружат. Потому что я у них действительно очень много знаю. О том что он писал. Потому что я пишу не зная. Многих этих специальностей. Специализации. Там и танковая. И физика. И химия. И оптика. И астрология. И астрология. И чего там только нет. Биология. Генетика. Ведь вот издавая. Сейчас мои книжки издаю. Создают целая команда. Из представителей разных наук. Для того. Чтобы точно перевести тексты. Там вот эти все специальности есть. Это я перечитываю. Понимаете. Вот как уже подходит к этому. То есть. Это. Очень серьезный научный трактат. С подтверждением Ваших слов. Есть вопросы. Кунта Лебекки. Сейчас. Аркадий Иванович. Я веду группу по регенерации зубов на интернете. И у нас уже начали появляться первые результаты. Обратно выгадали сам за это. Мы не знаем. Вопрос в нашей группе такой. Каждый из нас выбрал конкретную группу. Работает на ней. И сообща. И с группой. И сам индивидуальный. Но почему-то некоторых. участников стали. Стали расти не те зубы над которыми работали. Получается наше тело знает лучше и нас. Какой диктос. Но Вы же сами сказали. что Вы работаете сразу на зубах. Понимаете. То есть Вы каждый отрабатываете какой-то свой зуб. А боля-то образуются общие во время работы. И по сути дела идет обмен этими болями. И причем более сильный. Сенс. Ну условно так будем говорить. В вашей группе. Он продавливает свою программу в Вас. Поэтому это растет. Надо все время давать своему организму установку. Что все процессы должны идти самым безопасным и органичным образом. Для вашего организма. Эта установка обязательно. Иначе кто-то более сильный будет продавливать свои программы восстановления. Они же тоже восстановительные. В принципе это неплохо. Ну а если у Вас там есть уже антимизор. И вырастет второй. А такой случай был. У нас на Украине. В городе Николаеве. Вот. Есть такой. Очень интересный. Таше Клицевич. Он ведет сейчас сайт. По древу жизни. Он очень увлекся этим. Своему сыну. Запустил восстановление зубов. И у него получилось. Он хорошо работает. Он молодец. Но дело в том. Что у сына еще. Запасные были зубы. Молочки. То есть он еще в том возрасте. Когда должны были. Молочки. Расти. И у него. Начали. Бывали. Да. Расти зубы. Мы потом. Три года. Убирали. Аллюгию. Есть еще один вопрос. По зубам. На самом деле. По зубам. Очень много вопросов. Поступает. И вот. Елена Старченко спрашивает. Задайте мне так. Я удерживаю внимание на зубе. Идет сильное давление в области гипотеза. И в самом груди также будет. Но я чувствую, что не хватает силы. От речащенного импульса. От этого импульса. Как добиться такой концентрации? Ой. Только тренировка. Я другого не знаю. Если бы я знал. Я бы сразу сказал. Но я знаю другую тренировку. Вообще. Когда я свои импульсы подрывал. Ну. Я немножко это. Честно говоря. Фанатил. Так у меня даже сосуды глаза. Разрывались. И кровью заливали глаза. Вот до какого состояния я себя давал. Не рекомендую. Прямо говорю. Не надо так делать. Но. Работать надо регулярно. Потому что по сути дела. Вы перестраиваете себя. Поймите. Вы не органы лечат. И не зубов выращиваете. Вы перестраиваете себя. У вас. Двойная нить. Кромосомы. Мужская и женская. Кромосомы. Будут меняться в скорое время. У них уже меняется на тройной. Потому что. Где двое и трое. Там ясно. Помните. Это бог сказал. То есть. Третья ось. Появляется. Луч отца. Это так. Натинец. Древо жизни. Это тоже. По сути дела. Третья о хромосомах. Но. То на что. Наше. Солнце. И планеты. Третья о хромосе. Есть очень много вопросов. Сейчас. По разным видам болезни. Там же поступает очень много вопросов. Как помочь детям. Страдающим аутизмом. То есть. Какие технологии имеют. Ох. Друзья. Это опять. Аутизм очень серьезное заболевание. У нас связано с тем, что как бы человек не полностью вошел в наш мир. Физический. Из тонкого. Не перешел. Чертового. Он как бы на грани двух миров. И для того чтобы эту работу сделать. Еще раз говорю. Читайте книги. У. ЧИ. ТЕСЬ. Но это. Будет очень интересным для вас. Эта работа. Ну. Если по ассоциации. Ну как бы. Как стать волшебниками. Вот вас пригласили в школу волшебника. Мы учим. На волшебника. Неужели вам будет неинтересно. Тем более, что вы будете видеть результат в этой работе. А главное. Это перестроить самому себя. У вас все изменится. У вас. Структура тела будет другая. ДНК будет другая. Аганелла в этой работе. Все будет другое. У вас появится духовный иммунитет. Который будет защищать. От всех заболеваний. Вы сможете не болеть. Не стареть. Не умирать. Ну. Это что. Недостойная цель. Ваших. В общем-то. Усилий. В этом направлении. Учиться. 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 И еще раз учиться. Вот. Я только могу за ним это повторить. Он здесь прав. Не везде и не во всем он прав. Но в этом-то он прав. Учиться надо. Я думаю, что вот на весь блок про вопросы о заболеваниях можно ответить ему. Потому что очень много вопросов. Учиться. Как мы лечим с от этого. Как мы лечим с от этого. Как мы лечим с от этого. А лечиться от них. От всех этих болезней можно только одним способом. Обучение. Честь знания. Когда достигаете понимания. Сразу все происходит. Я например, когда провожу мастер-калации. И здесь. А за границей. Ну зал большой. Многие. Какие-то болезни. Запускаем технологию. Уж личные ядра запускаем. То есть не просто наблюдатель. А как в общем-то инициатор процесса. Пускай их. Что будет делать? Два-три-четыре человека. У них сразу видно так. А в остальных у меня они сидят и оглядят. А почему у меня нет? А у этого есть, а у меня нет. А я что-то. Наверное, какого-то понимания нет. Может они хуже. Но что-то ты еще не понимаешь. А этот человек понимает. Душа открыта. Вот и все. Есть вопрос по древу жизни. Сейчас я уже открою. Почему применены местами Нептун и Уран? То есть открытывающая сфера вашему мужчине. Вот два причина. А почему вы уверены, что они перепутали местами? Откуда вы знаете, на каком месте они были, когда создавал Солнечную систему? В то время Нептун был ближе к Солнцу. Пора дальше. Они же поменялись местами после взрыва Фритона. Когда, кстати, еще Солнечная система выбросила две планеты. Но они скоро вернутся. Так что кто где должен быть, это и через телескоп решается. Татьяна Борисовна спрашивает. Можно ли давать себе текстовую установку на нормирование всего организма и сказки, где истутся лечить кожу? Конечно, можно. Но вот Ваня Тураев, глухонемой мальчик из Алушки. Ему бабушка купила сказку. Вот эту сказку. Школа волшебного знания. И поставила на ночь слушать. Любой врач вам скажет, что если глухонем он с детства, он не может ни слышать, ни говорить. Понимаете? У него нет опыта разговорной речи. Мальчик слушал детскую. Ну, он спал, а сказка стояла минутку за руль. Она кончалась и заводила заново, и заново, и заново. Отхватил. И вдруг бабушек слышит. На третью ночь он начал говорить тексты из этой сказки. Потому что он в жизни ничего кроме этой сказки не слышал. Но сказку то он услышал. И стал говорить текстами этой сказки. После этого на Украине. Это еще было до того, как там распространяется тяжелое заболевание. Майдан головного мозга. Поэтому там было много нормальных людей. Они быстро собрали медицинскую конференцию. Я тоже был на этой конференции, где обсуждался этот вопрос. И, кстати, в Украине в государственном уровне было принято по итогам этой конференции. Это академическая конференция. Решение преподавать ученики для жизни в высших учебных медицинских организациях. Но, к сожалению, там начались все эти дурацкие события. Все прошло как-то не так. Я сейчас на Украину не еду. Тем более, что мои ученики в Одессе возглавили антимайдан. Там кто-то сразу быстро сообразил, что они имели училище Петрова. Там появилась информация местного СБУ, что меня надо отловить где-то. Но они не знали, что я не в Одессе. Что я в России. И еще дальше с ними все. За границей. Но, в общем, там такие вот появились сообщения, что меня надо вставать. Предать суду. Потому что все мои ученики, они имеют антиукраинскую ориентацию. Вопрос от участников чата. Дорогой Кагинович, я перед сном положил Ваш штраф в комнату, с прижали света рядом с подушкой. На утро, когда только поснулась, то сначала надо там отменить кровь, которая была пролита в продукт. Пожалуйста, послушайте, как Вы делаете. Спасибо. Ну, есть такие все технологии. Там, в общем-то, надо очищать древь рода. Это действительно важный момент. Но эти технологии выдаемы. Вы понимаете, это тема определенных заметей. Определенных заметей. Это вот так вот. На ходу. Подними правую руку, опусти левую. В средстве маршрута. Перепокрываясь пальчиками свою, все пройдет. Это не так. Тут надо заниматься. И еще раз призываю Вас серьезно к автоматике. Не на ходу, не в коридоре это делается. Это очень серьезная работа по переделыванию себя. Вот Вы когда-то были зверями, я вам рассказываю. Голоски начали пить. Млячинки были. Уроком пили. Выросли. Сейчас Вы уже человек. А сейчас Вас готовят к следующему приходу. Бога человечества. Вы уже не постарались? Не напряжетесь? Ведь потом плакать будете. Чей-то так же, как в залах получили. Вот у него прошел ворок, а у меня почему-то нет. А я что? Хуже? Ну, значит, он постарался побольше. Он прошел. А можно сок для ветерана, гулатвы. Ну и что? Там же гулатвы не пропускают. Там по готовности изменить себя, тогда возьмешь свое же, собственное, более высокое уровень развития. Вопросов ядно. Аркадий Иванович, скажите, пожалуйста, поддерживаете ли Вы связь с Григорием Петровичем? И планирует ли Вы связь с Григорием Петровичем? Ну, Вы знаете, сейчас очень редко его поддерживают связь с Григорием Петровичем. Григорием Петровичем. Он не здесь, он тоже в разных странах, он не совпадает. Он долгое время был в Сербии, потом в Испании. Но Вы знаете, как здесь к нему отнеслись. Он тысячу людей спас. Есть три тома бутылки, где люди, медицинские свидетельства подставили, что они исцелены благодаря ему от ряда тяжелых заболеваний. Ну, у нас тут некоторые товарищи очень вовремя отреагировали, посадили Иванович. Мы, так сказать, отблагодарили. Ну, теперь что можно? Обижаться, что Вы там забрянете работать, а здесь не хочет. Ну, и на меня так можно обижаться. А нам здесь много дают работать, что полный энтузиазм. Вы знаете, есть просто письма приходят. Вот было письмо такое от женщин. Врачи на обследовании увидели восстановленный мною орган, который они когда-то отрезали. Отрезали. И не обрадовались этому. Вот смысл написать. И не обрадовались этому. То есть, когда резали – радовались. А когда он вырос заново – не обрадовались. Это что? Нормальная обстановка? В такой обстановке работает. Хотя, с другой стороны, тут же подкатывались очень такие значимые люди и говорили – быстренько сделаем свой орган в Северный центр. Будем миллиарды бабки там. Опять люди не понимают, что они делают. Они хотят бабки делать, а нам надо знать. Вопрос от Натальи. Насколько важно правильно и адекватный человек питание? Мы с ним когда стали очищать организм, поддерживать от пищи и воды один раз в неделю следует 6 часов. Перешли на 80% живой еды и пошли открытия. Более глубокое понимание ваших людей. Ну, это непонятно. Зачем от воды так кажется? Потому что вода – это очень важная компания. Там близены все клетки, собственно, живут в воде среди. И не случайно 70% оказывались оправданы. Например, через соду. Кстати, Иван Павлович Миллакин об этом очень много и очень правильно пишет. Там были тоже по поводу этого всякие там измышления, что там не надо соду пить, не надо пить из водорода пить. Ну, а лучше бы по этому поводу там чего-то какие-то эксперименты проводила и капала. Переки все на мясо и оно шипело. И говорила – вот что с вами будет, вот к чему вас так называют. А так какие? Ну, во-первых, Иван Павлович Никому не предлагает пить просто пить. Это несколько капель в воде. Ее вот это шипение, которого там, кстати, не будет, но принцип этого шипения – это выделение атомарного кислорода. Чрезвычайно важного для организма. И не так давно американцы провели исследование именно по технологиям Ивана Павлович Миллакина. Там вышел доклад. Большой серьезный доклад. Сто процентно все подтвердилось и по соли, и по переписи. Так что я вам советую слушать не Малышева, очень сомнительного специалиста, а Иван Павлович Небывательный доктор, а слава. Это больно. Для меня, Павел Павлович, авторитетная специалиста. Следующий вопрос. Аркадий Иванович, как Вы думаете, почему сейчас рождается так много детей, землевых дам? Кем эти дети будут в прошлой жизни? То есть, почему они такими остальными? Ну, каждый случай, это все-таки индивидуально, я не могу вам сказать. Почему лотового долгого третьего десятка? Но могу вам точно сказать, что все можно отмармировать. Все. Абсолютно все. И есть такие технологии. Например, тектануги матрицы самостоятельной. Пожалуйста. Очень подойдет к данному случаю по синдрону Дауна. Вопросы к Наталье. Если в семье не все принимают ученики для его жизни, как правильно поступать в этот случай? Ну, воля оставлена человеку. И вообще, свобода воли человека священно не раздает. Я в таких случаях всегда говорю, не хочешь, как хочешь. Ну, не войдешь как бы на уровень богочеловеческого в этом тысячелетии, в следующем тысячелетии. Все равно войдешь. Потому что в каждом из нас есть первоочальная искра божественного огня. Эта искра возгорится в пламя мерек, куда не денешься. Вопрос только во времени и когда. Пораньше или попозже. Но хочется еще покувыртаться здесь. Пожалуйста, покувыртайтесь. Хочется восходить и становиться любого людьми. Восходите. Отец никому не препятствует. Но. Вопрос соответствия станет. Чем соответствует Бог? Это неизбенно. К нам поступило много вопросов по книгам. Как их купить? Где их найти? Вот Аркадий Мумович говорил, что есть сайт «Изнатоство культура». Да. Там есть телефон. Да, помню. Также есть телефон на сайте Аркадия Мумовича. Да. Да. Это все взаимосвязано, пожалуйста. То есть вы можете, если у вас не получают произвести покупку через интернет, вы можете позвонить по доступным телефонам и задать вопрос на помощь. Также, Аркадий Мумович, очень много вопросов про Ваше отношение к Систине Бронникова, Пашкировского. Расскажите, пожалуйста. Мне трудно, честно говоря, на эту тему. Потому что в свое время, когда со мной вот случился в тот случай, когда с почвы меня на операцию положили. Я в то время был директором издательства художественной литературы. И меня познакомили с трудниками. Я с ним лично знаком, и более того, первые свои занятия вот в этом направлении я проходил у него. То есть я не могу его назвать и мошенниками, и мальчиками. Он действительно обладает определенными способностями. Но лично меня смущают вот целевые установки. Я об этом писал в футболисте. Я не буду почитать. Я там рассказывал, как он там говорил. Давай объединимся и, в общем, захватим весь мир. У меня есть только одна счастливая идея для всего мира. Это то, что в мире есть Бог. И он, наконец, с чего наше развитие достаточно для того, чтобы помогать нам перейти на следующий развитие. Вот это счастливая идея. А кого-то захватывать, с кем-то руководить. Кого-то там показывать, кого-то прощать. У меня таких несклонностей, не желаний будет. Вот писать, ну, это пожалуйста. Это мне нравится. Есть такой вопрос. Аркадий, скажите, пожалуйста, как понять ситуацию, при которой во время одних концентраций динамика выше, чем во время других? То есть, одни концентрации ассоциируются с легкостью и отсутствием сопротивлением при наполнении. Все образы плавные, четкие. А некоторые приходятся как бы протягивать во любом решении, либо установками. Когда динамика во время упражнений не есть, это невозможен и с чем другим. Причины в малой практике. Это все равно практика, практика, практика. Чем больше будет работать, тем легче будет получаться. Некоторые люди спрашивают, имеют ли смысл проходить базовый курс повторно? Почему нет? Я вот говорился, я его не один раз проходил. Сколько по времени следует заниматься практиками новичков каждый день для устойчивого динамика? Чем отличается из мыльных результатов? Ну опять же, по вдохновению. Вот есть желание, но и заниматься. Нет желания, но не хочешь как хочешь. Все опять. Тут нет принудивовки, понимаете? Никто вас в лучшую жизнь сильно не потянет. Это ваше решение, вдруг ваше. Чем отличается из мыльных визуализация? Покажи. Ну это разные, как бы, разные уровни весновидений. Эти весновидения могут быть эрентгеновские видения. Это весновидение. Но это видение через подсознание. А, например, духовное видение, это видение через сверхсознание. Это все градации одного и того же процесса. Рентгеновское видение, оно не цеплое. А вот видение через сверхсознание, оно втереть. Поэтому можно определять, как вы хотите, через что. Вот есть вопрос про карму. Про карму тоже много вопросов поступили. Вот мы в один из них его. Как в условиях перехода работает закон кармы? Не переходят ли не отработанные кармические долги на следующее рождение? Если мы производим корректную ситуацию. Ну вот, я могу судить только по своему опыту. Когда я вышел из этих семи нижних сефирот уровней и поднялся в сферы Сатурна, Нептона, Урана, потом встретился с Солнцом, отец сказал, у тебя больше кармы нет. Это значит, что когда совершаешь победу, то обнуляется и карма. Но я так думал, если это факт, поскольку так со мной лично произошло. Здесь сто процентов не могу ганонтировать, но на ассоциации с тем, что случилось со мной, думаю, что это так. В чате люди начали отписываться, что у кого-то нет звука и плохо видно, а хорошо отпишитесь, как нас видно и слышно. Все хорошо по звукам у вас. Если у кого-то пропадает связь, вы можете перезагрузить компьютер, либо открыть новый браузер. Вот я вижу, что в основном звук и видео в норме все. То есть это, если у кого-то пропадает сигнал, соответственно вам нужно проверить соединение с интернетом или перезагрузить компьютер. Итак, в чате много людей спрашивают, можно ли мы выпустить регенерацию за блог? Нет, на этом регенерации за блог мы ничего запустить не будем, потому что мы не готовились. Тут еще тысячу вопросов, которые нам надо ответить. И потом к этому процессу тоже надо готовиться. Вот например, как я вам уже сказал, 20 января будем работать спокойно. Значит вам это время не просто ожидать 20-го. Это вам надо готовиться. Значит вы закажите вот этот навигатор. Здесь есть в округе работы и пожалуйста, этот месяц надо готовиться. То есть это не просто раз и все. Вы пальчиками вот так в челкнули, а у вас что-то там. Все хорошо с нами. Работать. Вот по работе будет результат. Есть вопрос про Вселенную. Если Вселенная имеет форму человека, то следуя логике это и есть физическое тоже? Ну вот я Бога видел в разных состояниях и в гигантском состоянии. Он был всегда как человек тогда. Хотя у него в ряде случаев было световое тело, что тоже было. То есть оно бывает и таким, и таким. Но в форме человека всегда было. А иногда он был. Одежда светлая, темная, золотистая. Они подчеркивали какую-то доминирующую энергию на тот момент, когда мы встречались для того, чтобы в общем-то сделать какие-то повелительные регуляции. То есть на это действительно надо обращать внимание. Да. Бог имеет форму человека. Не случайно, а по образу Бога. И Он прямой нам говорил. Когда мы с Игорем Мариином с Игорем общались. Он говорил. Я такой же точный человек, как вы, но только в другом пространстве. Вот на что хочет Бог. Поэтому в нашем пространстве мы его можем воспринять только через Дух. А Дух это импульс Души. Или посыл Души. Вот Он делает этот посыл. И мы его воспринимаем только как Дух. Потому что Душа точно там осталась. В том пространстве. Но здесь надо думать. Потому что восприятие физического мира только Духа Бога не означает, что Он только такой. Потому что мы увидели что сделать. Он человек. И не раз. И не раз. Зачем он был гигантский человеком. А потом, когда мы прошли все Сефиры, Он сказал, ты и я, мы с тобой одного просто. Не потерял себе стержень, как бы развитие. Что это как-то одобрительный момент. Что меня поддерживает. Но для меня он был великим. И недостижимым. Так и остался. Честным. Я не. Даже хотя бы Он это сказал. И я одного просто. Это не значит. Я себя чувствую. Одного раз писать. Академ Ильич. Тут просят люди микрофон поближе поставить. Может быть мы сделаем перерывки на 10-15. Сейчас попробуем. Звук получше сделать. Временно мы видео отключим. И включим его через 15 минут. Давайте. Сейчас время 2.25. По Москве. Так. Нет извините. 12.25 сейчас по Москве. Продолжим в 12.35. Так. Сейчас. скажите пожалуйста как нас видно и слышно сейчас мы готовы продолжить сейчас все подключатся и мы продолжим отвечать на вопросы из чата давайте подождемся вместе спасибо я понял что слышно хорошо да спасибо я на время на одну минуту приостановлю вот поступил вопрос от натальи скажите пожалуйста христос является даром постижения истины он сам шел к людям по воле отца обучив апостолов он отправил их исцелять и сказав при этом даром получили даром не давать в самом вопросе есть христос но христос само само слово христот трое три сына создателя душа дух и сознание вот три как бы аспекта его проявления физику мира физическую ткань нашего пространства просто говорить вот христос прошел христос он здесь и не был он был всегда там понимаете это некий идеал которого человек должен нести вот когда иисус достиг этого дела он стал христотом подарит мне больше христос и конечно же он показывает так и он правильно показывает помните один из фаисеев спросил его если я продам все свое имущество и раздам бедному я приду в царство небесное он сказал тогда не войдешь по мне идешь то есть не в этом же дело раздашь ты себя из ней вот главное аисус себя не менял и он показал еще обратите внимание ведь видеть и вот напишет в чате что видел мы сейчас перезагрузимся перезагрузим страничку и а вы тоже попробуйте перезагрузить вот поступил вопрос от натальи скажите пожалуйста христос является эталоном постижения истины он сам шел к людям по воле отца обучив апостолов он отправил их исцелять и сказав при этом даром получили даром не давать в самом вопросе есть как бы вам сказать некая неточность потому что вы воспринимаете Иисуса и Христа как одно и то же это действительно так но с определенным временем Христос это в общем образ любезный это то чего нам достичь Иисус его достиг и с определенного момента стал Иисус Христом но Христ само слово Христ это трое три Сына Создателя душа дух и сознание вот три как бы аспекта его проявления физику мира физическую ткань нашего пространства просто просто говорить вот Христос прошел Христос он здесь и не был он был всегда так понимаете это некий идеал которого человек должен достигнуть вот когда Иисус достиг этого дела он стал Христом он говорит ну нет будьте внимательны ведь как бы перевод напишет в чате что видео мы сейчас перезагрузимся перезагрузим страничку и вы тоже попробуйте по телефону еще подпишись и поменьше приезжает порUSE пирожа пирожа уже с которых по так по так как напишите пожалуйста сейчас как слышите у кого пропал звук и видео попробуйте перезагрузить себя страниц либо заново перейти по ссылке давайте минуту еще подождем кого лапа со звуком перезагрузить страничку хорошо вот еще один вопрос поступил при создании души создать и закладывают для каждой речи личность индивидуально до душа это только создать это больше никому не получит ни одному ангелу ни одному архангелу это делается личным создателем и он туда все закладывает потому что особенность глобального создателя в том что он имеет параллельное мышление то есть он мыслит глобальное всеобщее и мгновенно имея такие параметры мышления он может предвидеть буквально все это мы потом долго проживаем то что очень быстро мы знаем но это наш путь развития но тоже исходит из определенных концепций основных характеристик той сущности которая вошла в образ человека душа дается только когда образ человека вошел то есть вы начинаете будь богочеловечества сегодня у человека завтра Бог и это так предусмотрено помните есть Псалом Давида там написано и стоял Бог сонний богов сонний бесконечности богов вот к чему все придет и бесконечности богов много вопросов к нам поступило о совместимости учения Древа Жизни с другими учениями вот конкретный вопрос энергии символы рейки совместимы с технологиями Древа Жизни совместимы то они совместимы дело в том что то учение которое дается это последние последние высшие знания которые передает создатель развития человека то есть он что то давал раньше до этого но это соответствует тому времени и тем условиям в которых мы находились мы сейчас в другом времени и в дальних условиях нам даются эти новые знания можно цепляться за старое но они будут как якорь который держит корабль кораблю надо плыть а его якорь тормозит куда он прикладывает так что решайте сами хотя тот кто владеет рейкой легче перейти к этому технологиям потому что он имеет способность работать с ними а мы сейчас даем информационную технологию понимаете отсюда из чего информация энергии материи начинали с материи потом развивались условия энергии сейчас мы переходим к развитию информации это это век уже такой цифровой все приходится работать во условиях информации в вопрос от марина тоже короткий кто создал сущности без души непонят а создавать не тот любовь может еще природа может чудить если мягко сказать вот она и чудила она все равно все ничего создал для нее хоть какое чудовище создай она его будет любить у нее же материнский инстинкт так прошу пишите вопросы в чате мы сейчас больше акцент делаем на чат вот есть от Андрея вопрос есть ребенок это растение было показано что он находится параллельно в трех мирах ему хорошо один мир он показывал как золотое зверение было сказано что обойти полностью он может только изменение отношений между родителями можно ли помочь его это помочь в чем я теперь даже не знаю в чем помочь убрать его из двух миров оставить в одно третье начинается сформировать хотя бы что вы хотите а потом какие-то плелом еще то что вы для него придумаете лариса спрашивает как повлиять рентген зубов на сочаток зуба то есть но рентген навредит в этом рентген навредит в этом рентген навредит и может ментальную технологию пресс развить это может быть а скажите пожалуйста ваше мнение право древний язык он идет под гиперболеей в общем да это не те знаки которые имеют ассоциацию в нашей матрице головного мозга то есть если появляются руны то через них можно управлять определенным процессом и мозг расшифровывает их но тоже время прошло сейчас уже и сначала был язык вообще из 11 букв причем безгласных это были согласные буквы 11 потом появился язык на основе 22 евре и тоже в основном безгласных но появился голосов уже переход в гласные и сейчас переход идет на наш язык на русский потому что это язык души россия это душа мира и вот идет переход на этот язык а там уже и гласные согласные гласные буквы передают глас богу согласные соглашаются глас вот смысл это вызовет также перестроить в организме я вам уже говорил появится третье нить раньше организм строился двойной нитью до нитью дНК через 64 триплета негативных оснований которые если появлением третьей нити повышает вариабельность этого процесса до 512 вариантов. 512 вместо 64 все идет в расслуживание. Это и есть богочеловеческий статус. Анжелика спрашивает, скажите пожалуйста, кто становится методистами вашего центра, что необходимо знать для этого иметь человека? Методисты это те, кто учился, кто научился, кто имеет желание. Но обычно после прохождения вот этих курсов обучения базового, трех степеней и мастер-классов, которые я веду, мы еще три года готовим специалисты, это непростой процесс. Потому что обязательно надо иметь ясное мнение. Обязательно. Все наши методисты и сновидящие. И они уже сами пишут книги на эту тему для велосипеда. И у нас выходят книги Востоянных, это роман Герой Маквалиев и Наташа Золотарева и многие другие, Эмгер Барова, Италия, Герой Маквалиев и Старфика Маквали все очень серьезные специалисты. Тут поступает вопрос о том, как записаться на вебинар, на вебинары, на занятия, когда будет вебинар поворачивания зубов. Еще раз повторим, что эта информация сейчас вся доступна на сайте и она обновляется. Пока вебинаров поворачивания зубов на сайте нет, но если есть, как только они появятся, вы сразу можете об этом узнать. Да. Надо же набрать еще определенную аудиторию, чтобы не один человек проходил, а много. Вот еще раз говорю, в январе, 20-го числа, 20-го января будет нормирование крови. 17-го февраля нормирование в области атакализма. Это очень связанный процесс. Потому что очень много заявок на эту ситуацию. Мы пока вот эти две темы отделили, а дальше у нас март, 17-го, апрель, 4-го, мая, 19-го, потом июль, 14-го и так далее. Вот мы будем эти темы обладать. Будем постепенно отрабатывать одно, потом другое, третье и так далее, и так далее, и так далее. Мария Васильевна спрашивает. Каких книг можно, нужно начать обучение? Ну, с сотворением мира, тревоги. Ну, я бы сказал, что яснознание – это более высокий степень. Ясновидение. Можно видеть все, но не понимать, что ты видишь. А тут главное понимание. Вот одна женщина написала мне письмо. Аркадий Иванович, у меня ясновидение с детства. Научите, что с ними делается. Понимаете? Вот есть ясновидение, вот она с детства все это видит. Ты кто-то еще надо научить. Она видит. А что она видит? Она понимает? Вот яснознание – это более высокий степень ясновидения. Это уже уровень души, знаний. Душа – это более высокий степень развития. Сначала сознание, потом душа. Прошу участников задавать более точные вопросы, конкретные. Потому что очень много обобщенных тем, на которые уже были даны ответы. Если вас конкретный вопрос интересует, вы более подробно напишите его, пожалуйста. Вот Наталья Легкая спрашивает. Аркадий Иванович, у нас есть аудитория для темы по регенерации зубов более 50 человек. Ну, значит, мы ее поставим где-то вот на Марс. Ну, а вы возьмите литературу. Есть тоже такой же навигатор по регенерации зубов. Закажите его, поработайте с ним самостоятельно. А потом я вам дам импульс. Это уже будет более мощный. Ну, уже, на котором сказать, русло реки уже будет проложено вами. Будет легче работать. Всем нам легче. Потому что я же не могу все время тратить свою энергию на эти вещи. Я не отказываюсь, потому что если ты не дал, то ты не получишь. Делиться обязательно надо. Я это делаю регулярно. Но надо все-таки меру-то знать. Спрашивают. Ваше отношение к чипам и биометрическим паспортам? Самое отрицательное. То есть, человек себя делает киборгом. Зачем? Ему не нравится то, что сделал Бог? Ну, вот есть Стив Хойтер. Он сторонник чипизации вашей. Ну, посмотрите на него. Без слез и зеленых. Хотя очень выдающийся ученый. Но только в определенном направлении. Техногена. Дальше он никуда не ведет. Только технически. Вопрос мой будет. Если вы хотите стать чипированным, то пожалуйста, вот все уже обозначено ваше будущее. Вот Ирина и Александра нас смотрят и спрашивают. Многие говорят, что Библия изменена и перевод ее неточный. Читать ли такую Библию? Ну, Библия, конечно, изменена под нужды церкви. Это понятно. Церковь много чего наделала неправильного. Иисус ведь это не учение, а не церковь. Он нигде не говорит, что он пришел построить церковь. И нигде церковь не строит. Пусть покажет, что это не церковь, которую построил Иисус. Он принес учение, знания. А из этого сделали что? Организацию. Еще какую? Посмотрите на Иисуса и посмотрите на Его правоприятника. Все обвешенные бриллиантами, крестами золотыми, цепями, на мерседесах. Ну, если что-то похожее наблюдается, за счет святейшего. Не святые. Уже сразу святейшие. Святые и святые. Ничего себе. Куда я их занесула? Как бы с этой высоты падать не пришлось больно? Евгений из Москвы спрашивает. Аркадий Иванович, как Вы относитесь к отношению крестиков? Ведь это место казни Иисуса, а также к крещению Тима. Очень правильно, что Вы это связали именно с орудием казни. С орудием казни. Крест – это орудием казни. И его придумали римляне. И никто, ни Иисус, ни Иоанн Креститель. Вот они его назвали Крестителем. Он понятия крещения не имел. Он одувал людей в воде. Омогай не идет. Очищение пусть. Понимаете? Опять все выдумки поповские. По-другому не скажешь. У меня был крестик. Я вообще-то, когда у меня все это началось, я же тоже немножко как бы с ума спрыгнул. Побежал и в комнату купил крестик и купил по рейсам себе. И Конорев, он умерся. Вот в данный момент. Появился отец. Видимо, понятно. Гелографического такого. Он говорит. Хватит трепаться. Крест. Работы много. А ты чего тут? Бога не видишь. И крестик. Я вот поехал в этот. А мне показывают. Ну и те же отец сюда. Огненный крест дал. Какой тебе еще крест нужен? Ты же для всех пришел. И для мусульман. И для всех. Как ты будешь с ними разговаривать с крестом? Таким. А вот огненный крест в сердце твоем. Он никогда никуда не денется. Никуда его не сомвет. Никуда его не смотрят. То есть вот как к этому относиться. Потом показал мне отец. Тоже очень интересную картину. Церковь стоит. Идет человек. Прямо в церковь идет. И отец про него рассказывает. Вот человек всю жизнь воровал. Лгал. Подлинничал. И теперь идет в церковь. Просить. Интересно. О чем это он будет меня просить? Все. Потом показывает. Другой человек идет мне в церковь. И там вот этот человек видишь. В церковь зашел. Но он по жизни не врал. Не подлинничал. Никаких злодействий совершал. И на него он гораздо ближе. На него он гораздо ближе. Вот логика Бога. А не та, которую нам навязывает. Если ты в церковь не пришел, то Бог не пришел. Да храм это не дом, сложенный из камней. Это вот человек и его тело. Вот где храм Бога. Он же туда искрой вошел. Вот что надо привести в порядок. Храм тела. И тогда Бог расширится в нас. Есть вопрос от Татьяны. Сейчас у меня не пропал. У меня бывает яснознание, но я никогда не могу видеть то, что на занятиях видя. Есть ли мы шанс на увеличение? Если есть и свое знание, то конечно есть шанс на увеличение. Потому что даже более высокая ступень развития. И поясняется, что он уже не готов к этим картинкам. Надо быть очень серьезным. Потому что мы там видели такие товарищи. Такие встречи у нас были с Люцифером. Он нас хотел кулаком приступить. Он был такой огромный. Наверное раз и в половину меньше стал. Тут еще и Игорь чего-то добавил. Такой уже. Он еще меньше стал. Уже потом мы на него ставим белку. У вас будет стараться. А это стараться потом отразиться на все ощущения. На все события в жизни. Напишите как с видео у нас сейчас. Видно хорошо? Слышно? Сейчас мы перезагрузим видео. У вас пропадет картинка и снова появится. Вот сейчас видео появилось. Скажите, как видно и слышно? У кого не появилось, попробуйте перезагрузить. Все хорошо, да? Спасибо. Вот здесь вопрос был про телегонию. Академий Ильич. Можете ваше отношение к Академии? Ну, поймите, на разных уровнях добавить разные знания. Это надо еще расшифровать. Там язык очень такой образный и аллегорический. Там же напрямую ничего не сказано. То есть вы без ясновидения, яснознания там прямой текст не поймете. Потому что он будет для вас одной грани открываться, а там еще те из храни, которые вы не видите и не понимаете. Но это все очень интересно. Я правда об этом не очень поговорю, потому что у меня идет поток этих знаний, которые я не могу пропустить. Надо записывать, записывать, записывать. Я это делаю. По гитроболее я потом буду рассказывать. Потому что гитроболея это та программа, которая сейчас востребована. И она сейчас будет на Земле доминировать. Это белые губы. Потому что рептилоидные сущности космоса это свои позиции сейчас дают, в том числе и на Земле. Кто-то уходит, кто-то готов преобразиться. То есть выбор человек опять летит. То есть эта страница темных веков заканчивается. Сейчас действительно света становится лучше. Светоносность, вибрация. Частота шума выросла более чем в два раза. 7,8 Гц, рабочие до 16 Гц. А на этой частоте уже начинает работать право повышение. Вот если бы она снизилась, это была бы депрессия. Это был бы ужас. А это здесь открытие право повышения. Но опять же это не для всех. Эти сущности, которые работают на низких комбинациях, для них это катастрофа. Они не выдерживают. Или кончают жизнь с мобильством. Они от них начинают толбасить. Они вытворяют непонятно что. Женяют по дорогам. Татуировками себя и выкрашивают. Персинки на кухне. Чего только не выдумывают. Какую мыль для себя. Персинки на кухне это очень непростое мероприятие. Это зацикливание всех своих способностей. Половой способностей. Это раньше делали в Гарема. Да. Наложницы. Персин где-то. Когда отмежали о подъемных условиях. Ну это даже несет о нашем Новом Боже. То есть. Пусть голова отвалится. Зато. Половая чакра будет работать по полной мощности. Ну. Вольному голову проговориться. Заркадин уже задавали вопрос. Про четвертую ступень. Будет ли она? Помудрится? Ну она есть. По сути дела. Вот все высшие ступень. Книга уже вышла. В восемнадцатом том. Собрание сегодня уже вышло. Это уже четвертая ступень. И сейчас еще. Практически. В январе выйдет девятнадцатый том. Это сфера никто. И уже написано. Можно даже так сказать. Полосам с не только две главы. Это сфера урана. И вся структура древа рыбы будет выстроена. Это учение. Такое же учение. Как принял свое древо Алексей. Иисус. Вот. Древо жизни тоже самое. Собственно. Вот. Завет. Глядущего. В Библии. Будущего. Который. Передатель. В Библии. Не написал. В Библии. Передатель. В Библии. Это очень. Отточнись. Это и есть. В Библии. Это очень. Но это очень масштабно. Вот. Снова вопрос. Уже не первый раз в чате проявляется. Про зубы. Если будет рост зуба. Что будет с мостом и боковыми зубами под коронками? Ну все будет нормально. Зуб сметит. То есть мост сметит. Зуб его вытолкнет. Можно и преобразоваться этим мостом во что может быть. Вопрос от Ярослава. Аркадем Ильич. Чтобы менять коллективное сознание. Сознание. На тему вечной жизни. Как следует относиться к посещению могил предков? Посещать? Ухаживать за могилами? Ну. На этот вопрос. По-моему. Иисус. Хорошо. Когда это ответил. Как он ответил. Вы не помните? Ну. На этот вопрос. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. То есть если Бог есть жизнь. И вы верите в Бога. Чего вы тогда хотите? Для вас не может быть мертвым. Это не мертвые. Это те кто ушли на другой уровень развития. Поэтому раньше и сжигали. Чтобы не было ничего такого. Они ушли на другой уровень развития. У меня например мама ушла. И домой. А я с ней встречался. И не раз. И вы так можете. Только надо разбиться. И тогда не будет. Никакой необходимости ходить на каллы. Что там мясо для кустов. Мясо. К матрицам Петровича Кореевна. Ну. Петр Петрович. Лет десять. Можно сказать. От меня не на шаг не сходил. Куда ездил. Я в каллюбировке. Он визит. Со мной визит. И очень много на насчет. Он очень талантливый человек. И он начинает соединять нашу официальную науку с теми знаниями которые идут через нас. И достигает очень больших результатов. У него же создан прибор который объединирует. Результат-то он достигает. Я все время как Петр Петрович говорил. Ты понимаешь. Результат не в том что вырастет он. А в том что должно произойти развитие человека. В результате того что он достанавливает себя органом. Вот это вот они происходят. Вот почему я против всяких этих приборов. Хотя он гений. Петр Петрович это гениальный человек. Я совершенно не на грамм не хочу оспорить его значимость. Но хоть прибор то что он делает прибор. Меня как-то смещает. Аркадий Новымич. Мой внук родился через стрессовое сечение. Это не вредит развитию ребенка в дальнейшем. Скажите. Да нет. Я думаю что это не в значительной степени. Это больше мать или девочка. Но что делать если такая ситуация обсловилась и уже случилась. Много людей перебить через стрессовое сечение. Но нет никакой статистики. Что его как-то в начале ребенка. По-моему самому ребенку все равно как появится. Николай Николаевич Дроздов мне рассказывал такой анекдот очень забавный на эту тему. Как бы вот близнецовая пара эмбрионов. Они там готовятся родиться и разговаривают. Общаются друг с другом. Один говорит. Ну ты знаешь уже скоро надо походить. Интересно. А что там? Второй так хмур, пессимист. Тоже знаю. Оттуда еще никто не возвращался. Так. Тут поступают разные вопросы про детей, про заболевания. Мы уже ответили на них. В нескольких ответах. Вы сможете пересмотреть видео. Запись. Она будет выложена на сайте и на youtube канале. Кто-то еще спрашивал про возможность общего чата. Не хватает общего чата. Если поступит много предложений по этому вопросу. Тоже можно его организовать. Будет на сайте Академии или в социальных сетях. Я по этому вопросу мало что могу добавить. Потому что я сказал Диму. Потому что я даже не знаю как компьютер включается. То есть я совершенно не в этой степи. Для меня слово чат такое же непонятное и на планете. Вот. Вот вопрос от мнения. Как восстановить в себе единство всех частей личного древа жизни? От мнения этого человека. Проходя все эти сферы. Сферу за сферой. Потому что это божественные качества. Вы понимаете? Божественные качества. Вот вы одно качество постигли. Другое постигли. Человек-то и дети и все. И восстанавливается одновременно ваше древо жизни. Скажите пожалуйста. Как соотнести стендартные знания по астрологии. И ту информацию которую я получаю из ваших книг. Для работы с астрологами. Благодарю. Благодарю. Вот это как бы сфера уже не моей деятельности. Но ведь многие ученые находят очень полезное для себя и откровения. Нам же приходят письма вообще очень интересные. Вот одно письмо тут несколько лет назад пришло из института океанографии. Они прочитали что у меня на месте определенная красавка. Качейнера. Я ее в книге отразил. Они говорят. Как вы это узнали? Мы над этой темой 11 лет работаем. Это секретная вообще тема в нашем институте. А почему она у вас в книге описана? То есть вы что там шпион что ли какой-то? Ну вот и такие в книге приходят. Конечно надо совмещать наши знания и наш опыт с теми знаниями которые надо создать. И вот только здесь у нас эти узлы когда образуются узловые моменты. Вот там где возникло понимание только там вы получаете возможность идти дальше. Ну вот тут часто задают вопрос в чате про ребенка который рожден искусственным путем. Имеет ли он душу? Ну сейчас часто задают. Плохой опыт находиться. Скажите пожалуйста как относитесь к иконе? Ну на этот вопрос же Аркадьевич отвечал. Ну практически никак. Потому что мы заходили во многие храмы. Иногда очень большими группами и славилища. Потому что мы очень близко в основном все славилища. Иногда это было человек 70-80. Вот такими руками сходили там. Такие проникания. Кравдните вас. Мы устали здесь висеть. Мы хотим к вам в мир. Возьмите нас к себе. Но почему же не взять эти люди, которые сделали очень много хорошего. Ведь не случайно же они стали святыми. Конечно они хотят в этот мир. А не висеть не даст какое-то стекло. И сможет бесконечное время. Сделали то, сделали то. Из нас отец не просителей хочет сделать. Не те кто умеет. Выпрашивают дай мне то, дай мне. Он хочет чтобы мы были созидатели. Это главная задача. Вот к моему отношению к Пётру. И к тому что происходит. Когда мы там были. Стараются покромливать. И отец им сказал. Трепаться хватит. Работать надо. Вот как он оценивает мою деятельность. Уврушил религиозную. Но я туда впал. А что? Я же сначала оширялся. Конечно. Вот и начал. Вот стою. Вот стою. Вот это хватит. Паркс. Работать надо. От Гульнара вопрос. Как и чем помочь ближнему человеку. А когда у человека нет желания. И не хочет работать. Опять же это его воля. Это его воля. В воля человека священная. В воля человека священная. Не хочет как хочет. Никто его в рай зашиворот не потащит. Рай. Это духовная пространство. Это не место расположения. Это место определения. Так же часто появлялся вопрос. Каким способом лучше изучать знания если нет возможности читать книги. А потому что часто передвигаюсь перемещаюсь. Можно ли воспринимать на аудиозаписи. В аудиозаписи. Ну можно. Но я еще раз говорю. Это будет уровень логики. Это будет полный глубокий уровень восприятия. Причем уже на уровень души. Это вряд ли так сказать не придет. На уровне логики. Но это тоже важный уровень сознания. Вот про космос вопрос. Как влияют все дни созвездия на нашу волшебную систему. Конечно влияют. Все звезды влияют. Потому что все созвездия отражены в теле человека. Понимаете. Все созвездия мира в теле человека. Потому что они влияют. Свет это язык, с которым общаемся. Если вы можете воспринимать язык света. Да. Главное ответ. Про фестиваль в Петербурге спрашивают. Планируется фестиваль чем отличается от обычного занятия? Что такое фестиваль? На фестиваль приедут из многих стран. Люди. И все это международное мероприятие. И в общем то чтобы познакомиться, пообщаться. Это не просто занятие, а еще и проведение вместе до сего. Ну чтобы сдружиться. И это же все семья. Это семья света. Она установлена сейчас на земле. И вибрация под ними меняется. Так вот в этом отличие, что вы будете вместе не просто заниматься, но и как бы дружить должны. Информация по фестивалю также есть в Аркадии Новичем на сайте. Вы можете ознакомиться с ним. Так. Пошли еще вопросы. Так. Я же даже насерялся говорить. Ну почему про себя? Был вопрос. Так. Почему мне не надо себя говорить про плоскую землю? Да. Почему многие начали говорить про плоскую землю, про землю. Это не просто солнце, что оно как фонарь. Что космоса нет, и никто, куда не летает. И такой вопрос, что мне нужно. Земля конечно же не полоски. Это безусловно. И солнце не хватает. Мне даже как-то на этой теме было. Это как в цирке. Клоуны записи. Так. По изменениям в Солнечной системе спрашивают. Какие изменения могут быть до 2036 года? Ну. Фритон начал заново формироваться. Это отменяясь основной. Изменения это очень важные изменения. Потому что Коиск Астероидов это был рубеж, на пределах которого душа не могла пройти, потому что ее там перетирали. А еще вернуться в Солнечную семью. Еще две планеты, которые были выброшены очень давно. Завернут в интернете. Она не превращается. Это точно. Вот вопрос. Скажите пожалуйста. Вот до 1936 года. Кто не успеет обучиться технологиям или не приобретет знания по спасению мира, по управлению событий. Что будет с ними? Останется на второй год. Только год космический. Второй год будет еще год. Вот и все. Ничего страшного. Учитесь дальше. Вопрос. Создание. Только учиться будете в среде дворочных. Это тоже условно. Ирина вопрос. Создание виртуальных миров не является ли это актом творения? Это понимаете по компьютерной сети? Ну если это через компьютерные сети, то я не считаю это актом творения. А вот если Бог подумал и сделалось, как пишут люди, то это акт творения. Он действительно сначала думает, а потом делал. Но он думает очень быстро. Могновенно. 10-17 степень скорость Божества. Вот Аркадий Ильич, первый раз тоже дает вопрос в части. Как справляться с тонническими атаками, если есть технологии для этого? Ну, есть конечно, но только надо верить, что это вообще хорошее. Прежде всего выстраивайте заранее, что у вас будет это нехороший, следующее, следующее, следующее. Старайтесь его выставить даже по мелочам. Другие делайте все это, а это опыт. А чего плохого бывает и не случится. Эти хорошее. И начнёт это закрепляться. Понимаете? А что здесь? Арктий день за днём, и у вас установят себя нечего-чего, нечего. Будет намного добраться. Не кто-то там на вас залпал, создал у вас план, я вижу, что это плохое. А мы не с ним, правильные. И мы все зависим от того, что нас. Понимаете? Я же вам рассказал, что вы будете в федерации, а мы не считались и все. Он сбросил от нас. Мы уже были для него летали. Но почему? Потому что у нас это знание. Мы это знание, кто не знает. Он хоть и архангел, он делал, Люсифер, он архангел, и все эти решения, но это тоже надо. Не боясь его. Это он нас испугался. Потому что он, слава Богу, показывает, во что превращают страхи. Даже архангел. Вы на себя это можете принять. Если вы будете пугаться и чего-то бояться, то вы будете лапсировать сами в себя. Этого нельзя допускать. Как мы можем помочь восстановлению паэтона? Можете. Конкретно реально можете. Концентрируйтесь на этом процессе. Соединяйте камни, которые там летают. Астеролы, литериты, все это постепенно, постепенно хочется пулить. Там есть очень мощное образование, например, церера. У меня это, наверное, на воду, как бы часть этого. Пусть можно накопнуть и все. Там и води очень много. В цереру все, и у нас больше воды, чем из них. Скажите, пожалуйста, как слышно Аркадия Новича сейчас? Пишут в чате, что у кого-то плоховато. Слышно сейчас нас? Вебинар будет в записи, его можно будет переслушать. Если у вас, у кого плохо слышно, можно вставить наушники или подключить гарнитуру, плохо получится. А можете написать в чате. Аркадий Нович рассказал про вебинары, что первый вебинар будет 20 января по нормированию крови. Хотелось бы вам поучаствовать в таких вебинарах. Вообще удобен ли вам формат передачи знаний через вебинары? Напишите, пожалуйста, в чате. То есть есть люди, кто хотел бы поучаствовать в вебинаре. Да, мы там настроим звук получше, и микрофон будет поближе к Аркадии Новичу. И отдельно разошлём рассылку на ваши e-mail. Также, да, там будет указана и стоимость вебинара, и можно будет оплатить его через издательство культура. По стоимости будет известно на страничке, то есть вы можете посмотреть, когда мы её сделаем. Сейчас 3-4 минуты. У нас осталось 20 минут до конца. У кого какие вопросы ещё есть, можете задать в чате. А я вернусь к предыдущим вопросам, посмотрю, может у нас какие-то пропустили, на которые не был дан ответ. Это, судьба. У нас есть прямое. У нас нет. Ну, что дело. Давайте. У нас нет. У нас нет. На вопросы про онкологию мы уже отвечали ранее, то есть как можно с этим справиться? Да все будет хорошо, никто никого не будет. Как Иван Павлович? Трудно, трудно. У него же трагедия всегда. Дочка его выкинула из квартиры, приемная причина. Он-то ее принял в квартиру, воспитал, дал образование, дома и подарил свою дачу. Но он по-будроству готовился. Жену все переписал, а так получилось, что жена все переписала на эту дочку на приемную. И ушла из жизни раньше его. Дочка пришла и выкинул Иван Павлович. Скоро силы причем-то с лестницы его бросил. Он упал, разбился, потерял зрение. Плохо, Антонович. Про матрицы Григорий Петрович уже отвечали. Можете посмотреть записи. С Россией все будет хорошо, не волнуйтесь. Она – душа мира. Что может быть зашлошь? Проселился конопус, если какие-то средние. Все в книге. 18 летом. Собрание сочинения. Все проселился. Самое важное и самое мелкое. Вот спрашивают, можно ли участвовать в вебинарах без базового курса? Может быть имеет смысл рассказать, как подойти с нуля к учению в его жизни? Человек может все. Я уже вам сказал. А вот как лучше – это другой развивок. Лучше, конечно, пройти базовый курс. Как минимум. Вот пишут, что онлайн-обучение для каждого, для далеко живущих очень нужно. Но если вы далеко живете, вы можете организовать группу свою. К вам принят методисты. Я еще раз говорю. Все методисты – ясновидящие. А мы специалисты очень высокого уровня. Это авторы книг по учению. Понимаете, не просто кто-то отсюда зашел, научился и все. Это три года мы готовим после того, как открывается ясновидие. Три года готовят к работе. Вот такие у нас методисты. Они сейчас во всем мире востребованы. Они во всем Европе едут и за пределами. И везде, везде, везде. Несконечаемо. И зовут, зовут, зовут. Про Крым спрашивают. Что с ним может быть в будущем? Она распадется. Это всем очевидно уже. Даже не надо быть каким-то пророком. Она распадется. И мы действительно бачим. Большая частью реполирования будет в Новороссии. Кстати, к ней присоединяются еще и предыдущие сроки. А при росте зубов обязательно краснеет, напухают десны и болят ли десны? Да. Ну, обычно, да. Какие у вас вопросы еще есть? Пишите в чате. Сколько будет стоить пригласить методистов в Хакасиму? Да. Ну, мы не, как бы, не варьируем цены. Они одинаковые. То есть, стоимость занятия 10 тысяч рублей. Это когда приезжает на место. По регионалу это, конечно, будет намного дешевле. А вот, когда на месте работают, приезжают, прилетают методисты, то надо, чтобы каждую учащуюся оплатят 10 тысяч рублей. Занятия идут не менее чем два дня. И иногда с утра до самого вечера. То есть, по обстановке, хотя мы говорим 4 часа, наши методисты 4 часа чего-то не хотят себя как-то укладывать. Поэтому занимаются намного больше. Вот. Ну, по регионалу, что группа должна быть не меньше 30 человек. Но и не больше 100. А больше или иначе невозможно. Это же методический процесс. Нам не такой нужный процесс. Вот Владимир уже, мне первый раз задает вопрос. Проблема с мальчиком 12 лет. Мы уже отвечаем на этот вопрос. Владимир сказал вам, что этот вопрос есть в записи. Может быть, ему снова повторится, но сейчас я зачитаю. Это полностью. Проблема с мальчиком 12 лет. Плохо говорит, не может бегать. Все это понимает. Рост 170-215. Родители далеки от этих учений. Чем я дедушка могу ему помочь? Мы уже был ответ на этот вопрос. То есть, вы можете пересмотреть. В Париж приедем? Приедем в Париж. Потому что сейчас очень крупное канадское издательство, франкоязычное, выпустило наши книги на французском языке. И как раз хочет делать презентацию в Париже. Так что уже в следующем году мы будем в Париже. У нас там будет большая конференция сначала, где будут эти книги на французском языке. С автографами раздаваться. А потом там будут наши методисты уже вести занятия. Академ Ильич, благодарю Вас за Ваш труд. Вопрос. Что такое музыка по Вашему? Какая роль при обрадовании человека и мира в гармоничном? Музыка по моему это язык Вселенной. Всех Вселенной говорит. Через музыку. Музыка небесных сфер. В Казани хотят Вас видеть? Будет Вас приезд в Казань в мае? Я в Казани регулярно бываю. В мае обязательно буду. Во-первых это мой любимый город. Вот честно говорю. Мне так нравится в Казани. Она такая красивая стала. Люди очень хорошие. У меня там масса друзей. Я туда сам ручь всегда постоянно. Как только приеду. Как налетят все. То одно предложение. Столько уже там посмотрел интересных красивых мест. И природы. И сооружения, здания, которые там исторические. Очень все красиво. Уж Кремль-то их облазил. До всех языковых. Так что в Казань ты не волнуйтесь. Это мое любимое место. У меня там друзей. Также Вы можете посмотреть информацию. На сайте Окей Мумыча. По его мастер-классам. Когда они будут. То есть информация предоступна. И обновляется. Да. Ну еще ответим на несколько вопросов. Да. Про концентрацию снова спрашиваю. Пишите пожалуйста. Еще детальнее. Какие были ощущения и моменты. Когда учились создавать концентрированные. Казань Мумыча. Ну все уже в книге описано. Базовый козырь. У меня еще металличка есть. Там где нам буквально все есть. Ну что я буду повторять. Сто раз. В Португалии. Несколько людей. Хочется. В Португалии. Несколько людей. Их организаторы. Так. Вебинар по онкологии спрашивает. И мы где общая смесь отправить. Вебинар по онкологии. Ну можно почему. Пройдет. Давай там. Давайте давайте. В следующем году в общем то мы иметь сколько. Есть вебинаров. В следующем году. Так что поведем. Как бы там тоже. Да. Ссылку на сайт отправим в чате. Либо отправьте кто-нибудь пожалуйста ссылку на сайт. Я могу еще добавить к этому, что сказал создатель о будущем и России, и всего мира. Он сказал, и люди на ней будут жить счастливы. Вот такое ритмирование. Что еще нужно? Потому что то, что говорит отец, это все точно сбывается. Это тут даже не надо никаких петель вокруг выделывать. Вот как он сказал, так и будет. От своих помыслов в этом вопросе можно опустить. Мало ли кто там чего, войну какую-то готовит, ничего не получится. Потому что час наоборот будет. Будет разоблачение всех тех, кто готовил войну. Они сами не знают сейчас из какого угла выскочит очередная расширка. Благодаря вас вебинар. Наверное, мы будем подходить к концу уже. общаться около трех часов. Также если будут ваши вопросы, если появятся вопросы, то если будет много вопросов приходить, то мы можем организовать общий чат на сайте Аркадия Наумовича. И вы можете друг с другом общаться, делиться опытом. Вот так же. Спасибо вам за праздник общения. Мне было очень приятно, что столько людей практически со всего мира сейчас общаются с нами. из разных стран, столько людей нашлось, которые знают русский язык во всех этих странах. Спасибо вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова